Здравствуйте! Мы с вами находимся в Балашихе. Советские девятиэтажки. Застроен целый микрорайон. Вот такие вот они серые, вот такие вот они огромные. И, как вы понимаете, они очень холодные. И поэтому жители вынуждены за свой собственный счет утеплять наружные стены в своих квартирах. Вот посмотрите, как это выглядит вблизи. Первый этаж утеплен экструдированным пенополистиролом. Прибили левыми дюбелями экструдер. Приложили не пойми какую сетку. Замазали не пойми каким раствором, там клеем, плиточным, либо просто сухой смесью. Ну и получили вот такую вот откровенную порнографию. По-другому это не назовешь. Ведуха ужасная, состояние никакое. Вот посмотрите, это уже другие квартиры. На третьем этаже, видите, издали смотрится еще более-менее. Но, уверяю вас, если подойти поближе и посмотреть, то там будут трещины, разрушения. То есть это уже держаться нормально не будет. Конечно, эти фрагменты немножко выделяются. Чуть-чуть они получше. Но это буквально на 1-2 года. Дальше потом эти фрагменты фасада также приходят в негодность. Вот посмотрите на соседнем доме. Последний этаж утеплен. Ну и здесь вот целый микрорайон. Он застроен вот этими девятиэтажками. Везде одна и та же проблема. Можно ходить долго по улицам. Ну и только вот констатирует факт, что каждый утепляется как может. Каждый утепляется как умеет. Но, видимо, надо все-таки принимать какую-то программу городскую, областную. И все-таки приводить вот этот микрорайон в порядок. Ну потому что, видите, люди вынуждены обращаются к промышленным альпинистам. Они на своих веревках поднимаются, ляпают вот это сикость-накость. Все это начинает трескаться, все это начинает разваливаться. Ну вот посмотрите, вид ужасный. И все это, ну это все времянки. Самое главное, альпинисты здесь себе нашли очень хорошую кормушку. Они, по сути дела, ходят по кругу друг за другом. Первый наляпает, второй приходит. Ну и начинает переделывать ошибки предыдущего. Потом возвращается первый, переделывает ошибки. Вот пустой звук. Посмотрите, как это выглядит вблизи. Это вот одна сторона. А с другой стороны, видите, тут чей-то стиль гребеночка нанесена. И это явно, причем, даже не декоративная штукатурка, а какой-то, видимо, клей плиточный, что ли. Не знаю. Вот такая вот, неизвестно что. И обратите внимание, что используется. Вот он внутри, желтенький экструдер. Непонятный клей. Сетка замазана сверху. Причем сетка, полная ерунда, это Китай. Какая-то плетенка, такое впечатление, что мальков ловят этой сеткой, видите. Ну, какая-то вот, не знаю, рыболовная сетка. Вот проходим, видим, в соседнем дворе. Базовый слой с экструдера уже упал. То есть, уже идет разрушение. От дюбелей лопнул экструдированный пенополистирол. То есть, уже такие проблемы серьезные. Вот этот фрагмент в ближайшее время, ну, если его опять как-то не зафиксировать, ну, он просто упадет вниз. Вниз упадет уже экструдер. Потому что, хочу напомнить, тут экструдер просто прибит левыми китайскими дюбелями. Вот посмотрите с высоты. Это вот, подлетели на квадрокоптере поближе посмотреть. Видите, последний этаж выполняла одна бригада, предпоследний этаж другая бригада. Но суть от этого не меняется. На последнем этаже базовый армирующий слой уже сорвался, упал вниз. Вот поближе видно, что полностью нарушена технология мокрого фасада. Нет ни разбежек, ни перевязок, ни гэшек по углам оконных проемов. Опять же, экструдированный пенополистирол не приклеен, не сгасшкурен ножовкой. Прибит левыми китайскими дюбелями. Сетка на базовом армирующем слое, сами понимаете, на веревках физически альпинисты не смогут ее втопить. Они ее просто прикладывают, причем самую дешевую, и сверху мажут, не пойми там, каким раствором, клеем, плиточным. В общем, душманский вариант. Ну и видите, во что это все дело превращается. Постепенно все вот это вот падает, а падает вниз, внизу уходят люди. То есть, в принципе, даже вот этот вот фрагмент базового армирующего слоя, а это килограмм восемь с квадратного метра, оно может вниз упасть и просто там покалечить, либо убить прохожего ребенка. Люди внизу уходят. Самое главное, это все можно было бы решить, ну, одним волевым решением, то есть, по сути дела, поставить вот эти дома на капитальный ремонт фасадов, утеплить их по-нормальному, и люди не будут мерзнуть, и дома будут выглядеть красивее. Потому что, вот, смотрите, видите, ну, видно все это. Это все разваливается, это просто безобразие. Вот издали чуть-чуть подальше, видите, ну, просто жуть. Ну, что тут говорить. Я уж не говорю про то, что это просто опасно, потому что здесь вот находится, видите, маленькие окошки, это подъезд. То есть, это находится над подъездом. Люди выходят на улицу, и это все может прилететь им на голову. Это просто может покалечить, убить кого-то. Это просто опасно. И с этим нужно что-то решать, какие-то принимать решения, действия какие-то. Потому что видно, что это уже давно. У местных альпинистов это, да, хороший источник дохода. Они приходят, ляпают. Здесь вот даже на фрагментах, на многих видно, что эти фрагменты начали уже отваливаться. То есть, и через базовый армирующий слой альпинисты уже били дюбеля, видите, более светлые. То есть, это уже начало падать, и они сверху еще раз продюбелировали, чтобы это просто не упало вниз. Видите, подмазывали. Ну, в общем, заплатки. Дом из сплошных заплаток. И он там не один, там их много. Там целый микрорайон в Балашихе, вот в таком вот состоянии. Люди же не просто утепляют. Люди вынуждены, потому что они явно мерзнут в своих квартирах. Они вынуждены включать дополнительные приборы обогрева электрические, тратить электричество. Дети там мерзнут, болеют. И вот такая вот хрень получается. Вот посмотрите. На одном доме, если посмотреть, посчитать, ну, там 10-15% от площади всего фасада вот в таких вот заплатках. И это целый микрорайон. Еще раз хочу сказать. Целый микрорайон делается халтурно. Делается экструдированным пенополистиролом. То, что вообще нельзя делать. Когда можно, в принципе, ну, придумать, поставить леса, сделать нормальный проект по утеплению и приступить. И сделать это целенаправленно. Не заниматься вот такой партизанщиной, видите. Чтобы не было вот такого вот колхоза. Просто колхоз. Ну, как вот. Сами видите, опять вот эти вот гребеночки непонятные. То есть, скорее всего, это тот же халтурщик, альпинист, который там на первом этаже гребенок этих наделал. Видимо, стиль у него там такой. Это еще один дом. Посмотрите. Как люди прям свою квартиру делают. Посмотрите. Много, очень много. Но обидно за людей. Самое главное, наверняка деньги на это есть в бюджете. Это не такая большая проблема. Можно там каким-то хозяйственным способом. Через ТСЖ, либо через администрацию. Но в любом случае, вопросы с утеплением фасадов и приведением их в божеский вид можно решить.